Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 3, как видите ребята, посмотрите, глава 5, легко, но для начала мы откроем сумычок и посмотрим что здесь выпадет у меня, да он обычный, но все-таки нужно их вскрывать, периодически смотреть что выпадает, хорошо, ладно, продолжаем. Легендарный набор, приключения ждут тебя, готов отправиться в морское путешествие, в магазине доступно особое предложение, приуроченное к выходу новой главы, это что нас в магазин отправляет, и ну-ка, сезон окончен, ах да ребята, я же забыл, что сегодня конец сезона, давайте тогда будем с вами смотреть, бустер пак сезона, дан седьмой, поехали. Ну, порадуй-ка меня, чем-нибудь таким вкусненьким, что это у нас, обед императора, эпический лук, ё-моё, тут появился лук, это круто, так, ну этот посох ребята у меня был золоченый, сами прекрасно знаете, как я к нему отношусь, ага, это у нас дирхорны, да, крылья журавля, ладно, неплохо. О, легендарный спецприем для сабель, тайфун, он у меня есть, это получается сейчас мы его улучшили, ну, доспех неумолимого меня не особо интересует, как бы он не айс, а вот 150 рубинов, это ребята, хорошо. Продолжаем, так, эпическая династия у нас, ну, давай посмотрим, что здесь нам достанется. Так, гуаньдау, понятно, да подожди ты, заморский тюрбан, слабоват будет, так, роскошный жилет, ну, так себе тоже редкий перк укрепления. Пойдет, и что это такое у нас? Улучшенные бомбочки, ха-ха, понятно, все, так, ну, эпическая династия, давайте дальше смотреть. Ну-ка, что здесь нам выпадет? Ага, загнанный зверь, это легендарный перк на доспех у нас идет, так, подожди, подожди, что так быстро-то? Так, опять улучшенные бомбочки, а это у нас что, это по ходу дела, блин, ладно, потом посмотрим, доспех неумолимого, опять же, нам достается и золоченый обруч. Так, а вот это-то что у нас? Новый предмет, золотой бутон, эпическая династия, такого не было у меня, ребята, ну, как видите, оно слабенькое. Ну, где же лего-то? Да, вот она, ребята, вот ради чего я и прохожу, в принципе, эти сезоны, чтобы получить пак. Так, ну, фух, аж прям предвкушаю. Так, обед императора, эпический, почему в легендарном паке делают эпические вещи, интересно мне знать. Корона демона, вот легендарный шлем, ну, слабенький. Да что ж такое-то, эпический доспех, префекта нам достается, загнанный зверь и, блин, золотой бутон. Ну, что-то вы меня, ребят, совсем расстроили. Это что такое? Акция новой главы. Акция новой главы. Ага, нет, ребят, я, пожалуй, перебьюсь, не буду я ничего пока покупать здесь. Вот эту вот шапочку мы с вами, наверное, получили, у меня такой и не было. Так, а что у нас еще есть хорошего? Ладно, в принципе, ничего для меня сейчас полезного здесь нету. Давайте, наверное, будем... Так, новый сезон, про него нам все ясно. Переходить уже, пожалуй, к главе пятой. Задание это все мы сделаем с вами попозже. Так, надо, кстати, экипировочку сменить. Молот этот, наверное, мы с вами снимем. И поставим... А я даже не знаю, что поставить. Может быть, сабли? Или же... Мою глефу. Давай глефу поставим для начала. Пускай... Стоит. Посмотрим. Так, глава пять. Легко, поехали, ребята. Покинув сферу, теневой разум затаился в Джун. Говорят, только тень легендарный герой может одолеть его. Линк. Тень вернулась после уничтожения сферы. Он сделает все, чтобы сокрушить теневой разум, и только ему это под силу. Линк, а ты-то откуда взял? Слышь, мы же тебя накумарили. Тень не вправду мог бы заткнуть этот гадкий голос в моей голове. Тогда мы сейчас же начнем поиски тени. Но неужели тень до сих пор существует? Впрочем, мы все равно попробуем его найти. Он наша последняя надежда. Я понимаю еще меньше вашего. Но если кто и знает, где сейчас тень, так это Галин. Он был учеником тени. Глава пятая. Остров тени. Галин. Когда я учился у тени, он был уже глубоким стариком. Но я не удивляюсь. Если окажется, что он живет и здравствует. Наши с тенью пути разошлись из-за разногласий. Он был неукротимым борцом с теневой энергией. Непримиримым фанатиком. Существует место, куда тень возвращался снова и снова. Остров, который он называл своим убежищем. Остров помечен на одной из моих старых карт. Она где-то здесь, в развалинах Додзе. Отгоните мародеров, и я найду ее. Вот так вот, ребята. Неужели мы здесь встретимся с той самой тенью, которой играли во второй части? Хотелось бы в это верить. Ну что же, сгорающее прошлое у нас сюжет. Ребята, прогони мародеров из Додзе. Легко. Поэтому приступаем. Ух. Так, раунд первый у нас. И мародер. С кувалдой он, да, здесь? Ладно. А ну-ка. Не буянь, малыш. Не буянь. О, куда? Какие прыжки? Забудь про них вообще. Хе-хе. Так, отлично, ребята. Первый раунд. Ну, понятное дело, что идеально. Это все само собой разумеющееся. Раунд два. Погнали. Блин, а мне нравится и водная шапочка. Хе-хе-хе. Такой хайр. На, забудь. Я тебе сказал про прыжки. Достал ты уже. Против моей Глефы. Это вообще бесполезно. В сухую. Два раунда, ребята. Он аж бедняга встать не смог. Идеально. Победа. Ну, что нам дадут? А, у нас же тут уровень растет, ребят. Я совсем забыл. Так, награды. Получаем с вами четырехстороннее лезвие какое-то. Так, огненные снаряды. Ну и возмездие. Это для молота у нас спецудар. Так, крестовое лезвие. И рекламу смотреть. Ну что же, давайте, наверное, глянем. Потому что дают всякие новые плюшки. Ну и, как видим, мне достался учебный посох. Ерунда. Ну что же, продолжаем, ребят. Да какая дуэль? Ага. Вот карта. Если тень действительно жив, он сделает все, чтобы уничтожить теневой разум навсегда. Но правильно ли это? Я думала, что сфера даст надежду моему народу. Но теперь я вижу, что теневой разум опасен. Мы должны его уничтожить. Однако не забывай, что миссия нашего народа – сохранение равновесия между крайностями. Что ж, отправляйтесь на остров. На пирсе отыщите моего племянника, капитана Фанга. Он отважный юноша, а его корабль – быстрейший в водах династии. Вот так вот, ребята. Я с удовольствием это сделаю. Конечно же, пойдем. А ведь к пирсу нам придется пробираться прямо через зону военных действий. Так себе прогулка. На окраинах орудуют смешанные отряды династов и легионеров. Они дезертировали и теперь грабят обывателей. Оу, Маркус, я рад тебя видеть. Здравствуй, дорогой. Гляньте-ка. Это не они часом, но и рожи. И вооружены до зубов. Маркус, ну тебе ли бояться-то, е-мое. Так, глоток войны. Сюжет. Отбейся от смешанных отрядов по дороге к пирсу. Думаю, никаких проблем у нас с этим не возникнет. Ха-ха. Смешанный, не смешанный. Сколько мы, ребята, уже положили народу. Дезертир-бандит у нас. Куда-то своими ножками тут корявенькими, а? Дорогуля ты моя. Нет, не бывать этому. Дайте, ребята, я продемонстрирую, наверное... Ой, не это. Вот это вот. Ой, не получилось. Вот теперь нормуль. Гадина простояла в блоке. Нет, не бывать этому. Получи от меня. Бумеранг. Да все, хорош с ней тютюкаться. Чего я действительно тут время только тяну? Экспериментирую, так сказать. Ладно, первая победа за нами, ребята. Это только лишь начало. Раунд два. Погнали. Оу, тут уже совсем другой. Понятно. Три боя у нас будет. Три победы нам нужно одержать. Куда ты там прыгаешь по прыгун? Эть! Я так и думал, что сейчас будет бросок. Да иди ты отсюда, а? Как, понравилось? Так, слушайте, теневуха у нее сейчас будет. Я не должен этого позволить. Полежи маленько, подумай. А я продолжу тебя тут. Мучить. Ага, конь. Нет, ты посмотри, что делает. Неугомонный. Все, добивочный, ребят. Назад, возвращайся. Ну где ты там застрял у меня? Эй, диск. Вот, все. Не понял. Как это ты умудрился, гад? В этот момент он успел сделать теневой не удар, а этот, телепорт. Молодец, круто, конечно. Ну что же, раунд третий. И здесь у нас уже тяж бандит дезертирует. Конечно. Куда ты там распрыгался-то? Сынуля! Все, готов. Практически одним ударом всех добил. Идеально. Победа. Ну что, мы, надеюсь, пришли на пристань. Так, уровень растет. Награду мы получаем. Шипованный молот, е-мое. Губительный пистолет и бонусная карта. Так, не будем мы, ребята, ничего, наверное, смотреть эти бонусные карты. Давайте просто продолжать. Так. Когда я унаследую престол, я подвергну всякого, кто будет носить оружие строгой проверке моральных принципов. Да ты что, Джун. Главное, чтобы престол не унаследовал теневой разум. Так что давайте поспешим на пирс и продолжим поиски тени. И ту дело, кстати, говорит. Я с ним полностью согласен. Ух. Давайте, ребята, смотреть. Вон там валят какого-то несчастного. Хоть он и отбивается, как может. Наверняка этот парень, как его, фанг. Фанга бьют там. Ух ты. Капитан Фанг. Принцесса Джун. Простите. Буду рад побеседовать, но сейчас немного занят. Именем императора я поклялся задержать их. Фанг, поверить не могу. Ты так вырос за эти годы. Но ты не справишься в одиночку. Мы поможем тебе победить. Друг детства. Сюжет, ребята. Помогите фангу отбиться от пиратов. Говно вопрос, ребята. Я дышу боями. Живу боями. Ого. Пират в маске. Да, ты родной. Ты на кого тут свои батоны так крошишь? Я не понимаю, а? Да, да, да. Вот, полежи чутка. И вот так я еще хочу сделать. Мне нравится, ребята, этот удар. Нет, ты промазал. Блин. Ну, будем добивать или нет? Черт подери. Вот они юркие-то. Все. К сожалению, это ему не помогло. Слишком долго и много он тут крутился вокруг меня. За что? И поплатился. Раунд первый закончен. Кстати, у нас совсем новая локация. Посмотрите, мы в порту с вами. Тут корабли. Все как полагается. Очень даже красиво все сделано. Ну, что ты там хочешь сделать-то? Свой теневой удар тебе, наверное, не придется им воспользоваться. Скорее всего, да. Оп. Пока, Рануля. Ну, что же. Сделали, как сосуночка моего. Победа. И двигаемся с вами далее. Так, скоро получим с вами уровень. Так, доспех. Шлем. Мариот. Боевой саккат. Продолжаем. Фанк. Я так рада, что ты цел. Но, честно говоря, мы пришли к тебе с просьбой. У тебя же есть корабль? Ну, естественно, должен быть. Боюсь, что разочарую вас, принцесса. Собственная команда подняла против меня бунт. И теперь я капитан без корабля. Ну, фанк ты даешь. Они хотят пиратствовать. Нужно отбить у них корабль. Надеюсь, с вашей помощью мне это удастся. Братюня, даже не сомневайся в этом. Я буду только рад тебе помочь. Странно, это определенно мой корабль. Но своей команды я не вижу. Теневые боты. Что они здесь делают? Нужен какой-то центр или источник управления их волей. Целая гора аппаратуры. Разве важно, кто они? Они на моем корабле. Давайте вернем корабль и начнем ваше путешествие. Чужая команда. Разберитесь с таинственным отрядом на корабле. Слушайте, а что у нас так и будет? Все легко, легко и легко. А уровень сложности повышаться не будет? Мы что, так слишком круто одеты, что ли? Я бы не сказал. Так, теневой бот, ребята, у нас. Прям как Сайрокс напоминает мне почему-то. Что он там? Мне не нравится, что он там таится. Ага, понятно. Ну, он, смотрите, любитель стоять... Не надо. Любитель постоять в блоке. Ух, красотуля ты моя. Ну, извиняйте. Пардончик, как говорится. Так, отходим, отходим. Блин, не успел. Надо было... Опа! Какого фикуса ты у меня выбил мою глефу, а? Щенок! Поплотись за это своей жизнью, гад. Нормуль, ребят. Все хорошо. Я просто поддался ему. Так сказать, сделал такой вид, что типа проигрываю, чтобы он был на высоте, чувствовал. Ну, в конце я его все-таки маленько разочаровал. Ага. А теперь моя очередь. Вот так вот. И получи, гад. По-моему, все, ему хана. Да, ребят. Отлично. Теневой бот не показал себя никак. Вообще никакого эффекта не было. Так, ну давайте уже 14 уровень-то будем получать мы или нет сегодня? Нифига масочки-то. Шлем мародера. Так, боевой меч. А вот это вот классно. Мне нравится. Подводная маска. Знаете, напоминает что? Вот помните в Звездных войнах-то носили чуваки такие шлемаки? Ну, чем-то похоже. Не говорю, что точь-в-точь, но есть что-то такое. Палуба свободная, но что же произошло? Где бунтующая команда Фанга? Принцесса, сделайте шаг за наши спины. Этот человек, только что вышедший из рубки, ответит на наши вопросы. Ага. Смотрите, неужели у нас будет сейчас босс? Ну-ка. Ох ты, мистер Акада. Если вы думаете, что можно безнаказанно гулять по моему кораблю, по его кораблю, и нападать на моих людей, вы смертельно заблуждаетесь. Ха, ничего, ничего себе по твоему кораблю, ну ты гад, а? Но это мой корабль. А это не люди, а теневые боты. Я узнал вас, мистер Акада. Самый гениальный и жестокий из ассистентов Бола. Мои сознания разумны иначе, чем люди. Сейчас я научу вас уважать их, и попробую еще только раз заикнуться, Абола. А что такое? Хочу и буду говорить о нем. Творец теней. Это у нас босс, ребята. И нам нужно победить мастера теневых ботов. Ха-ха. Ну что ж. Давайте посмотрим, на что спас... Ох ты, красиво, эпично смотрится. Проверим его на прочность. Так, эй, тихо, тихо. Смотри-ка, смотри-ка. А если я? А теперь вот так. Опа, это что такое сейчас было? Что-то новенькое, ребята, и довольно прикольно. Мне понравилось. Это он так теневого самурая вызывал? Что-то не пойму. Кстати, он меня задевает, ребят. Оу, нет, не надо броски. Пожалуйста, давай, родной, без бросков. Мистер Акада. Точнее, мастер, блин. Так, он, ребята... Что, он там притворяется, что ли, гад? Упал он. Нет, не позволим. Фух. Хотя, честно говоря, я хотел бы посмотреть, что у него была за теневуха. Что за теневой удар. Ну, я вам скажу, очень даже прикольно сделано. Вот, особенно вот эта вот вспомогаловка, которая выпрюет там из-под... Из-под палубы, хотел сказать. В общем, с корабля и начинает мне мешать его атаковать. Это очень великолепно сделано. Прямо такое ноу-хау, ребят. Нет. Да достал ты уже, но в самом деле... Да чтоб тебе. Я хотел бросок сделать, но не получилось. Так, добьем его. Готов. А, нет, ребят, не готов. Здесь же нам нужно три раунда выиграть. Слушайте, может быть, глефу поменять? Может, взять эти? Сабли. Ну, я просто с этой глефой уже не знаю, сколько серий брожу. Заточил ее. Она мне нравится. Давай-ка. Вот так вот. Ну, что ты там? Тихо. Пора его бомбить. Ну, ах ты, гаденыш. А как тебе вот так? Ну, готов, наверное, ребят, да? Все, победа за нами. Мастер Акада повержен у нас. Есть! 14 уровень, ребята, мы с вами получили. Немножко денег. Грубый пистолет. Шипованный молот. Это что такое? Племенной шлем. И все. Мастер Акада. Теневая энергия обладает сознанием. Бола никогда не признает этого. Ему это невыгодно. Теневые боты чувствуют и мыслят. Бола эксплуатирует их, словно животных. Я восстал против несправедливости. А он сделал из меня врага всего купола. Прошу. Приношу извинения. Я не знал всего этого. Сфера разбита и режим Бола вот-вот пойдем. Нам нужен корабль. Вы поможете? Корабль для путешествия. Я купил этот в порту. Заплатил достойную цену. Проверим на прочность мое приобретение. А, понятно, ребята. Он, оказывается, этот корабль купил. А мы думали, что он у фанга его отобрал. Нет. Ну, по идее, да. Он купил краденый корабль. Но он же этого не знал. Так что я думаю, что это можно простить и понять. Так. Ну что же у нас. Следующая сюжетка. Наверное, пойдем. Не знаю, как и благодарить вас, а мистер Акада. На этой карте отмечен остров, который нам нужен. Кто поведет корабль? Это опасное путешествие, ваше высочество. И я готов служить вам, пусть даже под чужим началом на собственном корабле. Готов защищать мой корабль, как свой? Хе-хе. Кстати, уже есть от кого. Слева по борду. Легионерский фрегат. К оружию. Вот даже как. Отразите пиратскую атаку. У нас гости. Хе-хе. Давайте, ребята. Проучим этих гостей непрошенных. Ух ты. Мета-мордый. Ну, практически как босс. Хе-хе. Помните, да? Пират этого. Ну что же. О-о-о-о-о. Не надо. Оглушил. Вот сопляжуй, а. Ладно. Моя теперь, ребята, очередь. Иди ты отсюда. Это, наверное, тот самый легендарный шиповатый молот. Хе-хе. Легендарный, блин. Все, ты достал меня в корень уже. Ну-ка попробуем. Вот так вот. Ага. Уворачиваешься, гаденыш. Ладно. Но здесь-то не поможет тебе ничего, да? Естественно, ребят. Какие же вы, Юрки, а? Гаденыши. Пиратики. Нет. Прям в прыжке-то я его подловил. Хорошо, а. Опа. Вот это вот ты зря. Зря, конечно, теневуху-то включил. Я думаю, что не успеешь ты все-таки ей воспользоваться. Или же успеешь. Думаем. Нет, скорее всего, нет, ребята. Не успел. На, получи. Вот гад. Крепкий. Ну, я его прошил. Да, ребята. Подзадел, так сказать. Все, пускай лежит и отдыхает. Так, второй раунд, ребята, у нас. Поехали. Мятой мордой. Давайте действительно ему морду сомнем, чтобы он, как говорится, носил прозвище достойное себя. И, по крайней мере, было действительно похоже на это все. Так, у меня, ребята, есть теневой удар. И я, пожалуй, им воспользуюсь. Все. Мой диск его добьет. Ну вот, как-то так, ребята. С победой нас. С очередной, естественно. И что же нам тут достанется? Это все понятно. Морского дьявола, доспех. Грубый пистоль. Когти. Кстати, когти мне напоминают когти рыси. Помните, во второй части? Так, продолжить. Я доволен, что купил этот корабль. Вы более чем достойная компания. А фанк вылитый. Я в юности. Такой же упрямец. Земля! Я вижу землю! Мы на месте! Я останусь на корабле. Боты ведут себя необычно. Будто что-то или кто-то смущает их. Будьте осторожны. Вот так вот. Ну что ж, дорогие мои друзья. Давайте мы с вами на этой ноте, наверное, и закончим эту серию. Мы обязательно с вами вскоре увидимся и продолжим играть. Просто надо немножечко мне отлучиться. Так что, ребятушки, всем большое спасибо за просмотр. И ждем новую серию. А на этом все. Всем пока и удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok